МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжаем вечер памяти музыканта-пианиста Игоря Куриша. И во втором отделении на этой сцене его коллеги-друзья, лауреат международных конкурсов Андрей Святский и Олег Вайнштейн. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы стояли в театре в углу за кулисами, а за вами кричали смия, брикмахер, суфлёр и актёры с актрисами потихоньку ругали меня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто-то злобно шипел, молодой да удар, вот кто за нас сумеет водить. И тогда бы сказали, послушайте, Маленькой можно в небо стихонько любить. ПЕСНЯ 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 Стихонько любить. Спасибо большое. Ну, пользуясь тем, что я не инструменталист, а вокалист, поэтому я могу еще и говорить. Я хочу сказать несколько слов об удивительном человеке Игоре Урише. И я общался с ним не так уж и много. Ну, знаете, вот мне очень захотелось записать диск танка, и чтобы на этом диске звучал рояль Уриша. И вот я впервые, он меня не знал, я ему впервые позвонил, высказал свое желание, и он сказал, конечно, конечно, приезжайте, только не говорите мне вы. Вот называйте меня на ты, вам сколько лет, я говорю, ну, столько-то. Он говорит, ну, видите, я старше вас, давайте мы на ты друг друга перейдем на ты сразу. И это было настолько удивительно, вот, профессор консерватории, вот для меня такой вот потрясающий музыкант, такой удивительный пианист, и вдруг на ты. И вот потом я узнал, что он со всеми своими учениками был на ты. Вообще, наверное, со всеми на ты. И в этом было, вот, ну, не понебратство, а какой-то подлинный аристократизм. Он хотел создать для человека хорошую атмосферу, вот, чтобы у человека было хорошее настроение, чтобы ему было легко, радостно. У него был потрясающий дар от Бога, удивительный юмор. И это вот как-то сразу тоже было понятно, но это он тоже включал не сразу, вот, чтобы, ну, как-то сначала пообщался, а потом вот этот вот юмор проявился. Это было совершенно удивительно, то, что вот мы с ним порепетировали, отрепетировали танго, как-то было так очень легко. Потом поехали на студию, вот, и потом мы записали, мы записали диск, вот этот диск, вы сегодня можете приобрести, диск, где играет Игорь. И что меня больше всего, сразу же, что меня поразило, после этой записи он был уставший, я заехал за ним в консерваторию, мы взяли такси, он очень обрадовался, что мы едем на такси. Мы приехали на эту студию, которая очень далеко находилась, несколько часов записывались, и потом Игорь сказал, и потом я говорю, Игорь, ну вот столько-то, столько-то, пожалуйста, я вот как, вот это для тебя. Он говорит, нет, нет, никаких денег, ну что-то, ну я получил массу удовольствия, нет, ну что-то, мы живут и репетировали, я получил удовольствие, записывались, я получил удовольствие, я совершенно растерялся, я так не могу. Вот, потом я узнал, что действительно он был вот такой человек, который, ну, как бы без денег, что ли, вот, в том смысле, что он, конечно, у него было масса концертов, но он вот так вот относился к людям, а тем более к людям, тем, которые младше его, видимо, вот такая какая-то забота, внимание, удивительный совершенно аккомпанемент. И потом мы стали созваниваться для того, чтобы провести совместный концерт. И вот, к сожалению, так и не удалось нам провести концерт, но когда мы созванивались, мне почему-то очень хотелось вам позвонить, поздравить вас с Новым годом, там еще с чем-нибудь, вот, я периодически звонил и поздравлял, и он всегда совершенно потрясающе шутил. И если его не было в городе, он писал совершенно потрясающе, фантастический, фантастического юмора СМС-ки. То есть это человек, ну, такой филологической одаренности, такой культуры и такого потрясающего юмора. А потом я посмотрел, как он поет. Этот человек невероятного артистизма. Как он поет, окончен путь устал и грудь, ну, сердцу хочется немного отдохнуть, он потрясающе это актерский поет. Это вот мне почему-то он напоминает Андрея Миронову, вот, как актер. И, ну, и что еще я хочу сказать, чтобы не занимать очень долго вашего времени, я работаю с одним продюсером, администратором, когда пою концерты в Москве. И до этого этот продюсер, он долгое время работал с Олегом Погодиным, очень хорошо знает Игоря Удиша. И он мне сказал, когда мы стали с ним общаться, он сказал, ты знаешь, меня, конечно, поражает Игоря Удиша. Я думал, что он скажет об аккомпанементе, о том, какой он пианист. А он сказал, нет, он сказал совсем другое. Мы очень много с ним общались, и он никогда ни про одного человека не сказал ни единого плохого слова. Он вот такой был действительно доброжелательный человек. И когда при нем о ком-то плохо говорили, он просто замолкал. Его как бы в этот момент не было, хотя это был такой общительный человек, такой живой, настолько на все откликающийся, очень живым. И как я уже говорил, человек невероятной культуры, невероятной одаренности, личность такая, прежде всего, какая-то вот невероятная личность, очень теплая, очень добрая, отзывчивая очень. Поэтому, слава Богу, что удалось с ним встретиться, царство небесное. И вот сейчас я хочу спеть песню, которую он очень любил. Эту песню написал Александр Николаевич Вертинский, и сам Игорь пел ее потрясающе. Так говорят, я, к сожалению, вот этого не видел. Это песня, которую написал Вертинский, «Желтый ангел». Вечерних ресторанах, В парижских балаганах, В дешевом электрическом раю, Всю ночь ломаю руки От ярости и муки И людям, что-то жалобно пою. Свинят, гремят шосманы, Мясные обезьяны Мне скалят искалеченные рты. А я, кривой и пьяный, Зову их в океаны И с зимлью шампанское цветы. А когда настанет утро, Я приду к бульвару темный, Где в испуге даже дети Убегают от меня. Я усталый старый клоун, Я машу мечом картонным, И в лучах моей короны Умирает светочь дня. Свинят, гремят шосманы, Танцуют обезьяны И бешено встречают Рождество. А я, кривой и пьяный, Усну фортепиано Под этот дикий вой и торжество. На башне бьют куранты, Уходят музыканты, И елка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, Уже умолкли речи, И я уж не могу поднять лица. И тогда с подуши елки Тихо спрыгнул Желтый ангел. Он сказал, Маэстро бедный, Вы устали, Вы больны. Говорят, что вы в притону По ночам Поете тангел Даже в нашем добром небе Были все удивлены И закрыв лицо руками Я внимал жестокой речи Утирая в раком слезы Слезы боли и стыда А в высоком синем небе Догорали бодрые свечи И печальный желтый ангел Тихо тает без следа Сейчас я спою еще два танка Необычных, может быть, для кого-то Но я их очень люблю И Игорю тоже эти танго очень нравились И сейчас я спою танго На польском языке Та устания недели То есть последнее воскресенье Там такие слова Значит, сегодня мы видимся с тобой в последний раз Потому что встретился кто-то Богаче и лучше меня Но подари ты мне последнее воскресенье Посмотри на меня с любовью в последний раз А там будь что будет Вот такое жестокое танго 30-х годов Которое на русский переведено Как утомленное солнце Нежно с морем прощалось Мягче, значит, звучит Но слова не имеют такого большого значения В танго больше как-то мелодии И что-то другое Та устания неделя Ешь в петербургске Субтитры подогнал «Симон» 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 Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще одна путанка на польском языке Осенняя роза называется «Ещенна ружа». 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 Это был последний танк, который он написал. И я так назвал этот диск, на котором звучит Игорь. «Звездное счастье». Там есть такие слова. «С тобой в разлуке не год уж прожит, и я напрасно чего-то жду. Должно быть ветер, сорвать не может мою счастливую звезду». Это, значит, когда я звонил Игорю, ну, какое-то время проходило, у него, как я говорил, был потрясающий юмор, вот, я ему звоню, и он поет «С тобой в разлуке не год уж прожит», намекая на то, что никак нам общий концерт, вот, никак-то, ну, не сделать, все не получается. Вот, и сейчас вы услышите вот это прекрасное танко на стихи Алексея Орохова. «Звездное счастье». Дрожит от ветра осенний воздух, уснуть не может продрожье. А ночью ветер взрывает звезды и сыплет звездами с небес. Продулы ветра, речные дари, где мы бронили с тобой вдвоем. И где когда-то мы загадали, на счастье звездное споем. Дробился веселье. Дробился весель в реке на части, Развили ветры воды стекло. С тех пор, как звезды сулили счастье, Воды немало утекло. С тобой в разлуке не год уж прожит, И я напрасно чего-то жду. Должно быть ветер, сорвать не может Мою счастливую звезду. Должно быть ветер, сорвать не может Мою счастливую звезду. Сейчас вы услышите замечательное соло. Олег Вайнштейн. Субтитры создавал DimaTorzok Олег Вайнштейн. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА